Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сегодня ночь с 15 на 16 и днём, я когда сюда выходила, говорила, что у меня здесь в теплице критическая температура, 10 градусов всего. Но это было днём, ночью, конечно, у нас похолодало ещё сильнее, сейчас на улице за бортом теплицы минус 1, в 5 часов утра будет минус 3, но это ещё не самая холодная ночь. Самая холодная ночь ожидает нас послезавтра минус 7, поэтому мне пришлось применить газовый обогреватель, и я так как всё равно хожу сюда ночью проверять температуру, я не могла упустить возможности показать вам газовый обогреватель в работе, в действии, потому что включаем его очень редко, я говорила же вам, что только в крайней ситуации, в форс-мажорных вот таких обстоятельствах, сегодня у нас как раз то самое, но за счёт работы этого газового обогревателя, я хочу вам сказать, что, ой, тут это свет, блик, температура поднялась у меня до 18 градусов, ой, сейчас, подождите, сейчас я сделаю, чтобы вам видно было, вот, короче, я показывала, днём было тут 10-12, светильник, не очень удобно из гаража у мужа, вот, видите, сколько стало у меня, 18 градусов, всё, по-прежнему брякает, снег падает на теплицу, слышите, что буршит, как град какой-то, сейчас подойдём к обогревателю, просто мне сложно, тут темно, а я с этим, со светильником ещё в руке, так, сейчас мы опустимся, ой, вот он, тот самый обогреватель, я сейчас уберу свет, и вам будет видно хорошо, видите, у него состоит панель обогревающая с трёх частей, вот у нас, она сейчас работает на одной, ну, то есть, первое положение, второе положение, можно было бы два, вот этот и этот зажечь, и самое сильное, можно было бы три, раз, два, три зажечь, как три полосы было бы, видите, голубой горит, там, это огонёк, и греет он вот эту вот керамическую панель, которая над ним, и идёт тепло, работает он неплохо, видите, что в такой температуре, в холодной, держит всё-таки он, ой, блин, 18 градусов, но один из недостатков, про который я говорила, это то, что он прожорливый, вот на одном положении, слава богу, хорошо, если две холодные ночи, он даст мне тут, это, как сказать, слышите, брякает, это град, наверное, что-то сыпется с неба, ну, вот чем хорош такой выогреватель, видите, как, в такие, в критические ситуации, когда, я сегодня объясняла, что зайти домой мы уже не можем, слишком много рассады, и она такая большеватая уже, что носить её, как бы, но проблематично, там вот дальше, видите, вообще деревья стоят, и стоят они уже на всех стеллажах, вот здесь вот прячутся от холода, и поэтому перенести такую большую рассаду, особенно вот, которая высокая, она уже качается, она может при переноске и поломаться, во-первых, во-вторых, и дома места мало для неё, ну, вот, спасаемся, работает один тепловентилятор, вот такой, как ветродуйка, и вот этот газовый обогреватель, потому что у нас электропроводка не предназначена для работы многих таких электронагревательных приборов, она сразу начинает греться, автоматы сразу вырубают, ну, и, конечно, электричество много не подцепишь, у нас же ещё и другие, там, и лампы горят, вся бытовая техника, поэтому вот газовый обогреватель очень пригодится, но, однако, нас к утру опять засыпет всех, прям пошёл это охота выглянуть, что там, ну, не пойду, там холодно сильно, всё, вот это такой ночной репортаж, так как я всё равно проверяю температуру, сейчас, ну, где-то примерно час, всё, я посмотрела, газовый хорошо наполнил теплом вот эту теплицу, теперь я могу спокойно спать, даже если в 5 утра будет минус 3 на улице, с 18, ну, пусть опустится до 10, не больше, до 8 градусов, о-о-о-о, что на улице творится вообще, всё сильнее и сильнее, теперь я могу спокойно спать, я проверила, что моим растенцам тепло, хорошо, газовик работает, всё, до свидания, похолодание переживём, Продолжаем.